сегодня начнем урок на страничке 41 в учебнике этот текст кто-то из какой-то параллели у меня уже делал 3 вы у меня уже его делали текст этот переводили читали мне даже кто-то присылал в последний день ну а кто-то не делал его давайте сделаем так мы сейчас просто все вместе вспомним кто не делал тот его делает мы сейчас его послушаем вместе разберем вместе страничка 41 в учебнике lesson for what pet do you want to have какое животное ты бы хотел у себя иметь чтобы у тебя было какое животное упражнение 1 you talks about his classmates pets you говорит о своих животных своих одноклассников they can't keep them at home они не могут держать их дома послушаем да значок слушание what pets do the children look after at school за какими животными присматривают после школы послушаем и попытаемся ответить на этот вопрос за какими животными они присматривают тим и джек кипера бедит скул they keep the rabbit in a cage but the rabbit sometimes plays on the grass rabbits like eating green food they like grass and green plants the children give water to the rabbit the children give water to the rabbit many children like hamsters my friends Nick and Bill keep a hamster at school hamsters sometimes run away but their hamster has got a very good cage it runs and jumps in the cage the hamster likes sleeping all day long ok what pets do the children look after they они присматривают за they look after a rabbit and a hamster у них один кролик и один хомяк некоторые делали там небольшую ошибочку что писали много кроликов да но смотрите много кроликов у нас где team and jack и jack keep что значит keep у кого нет словарики этого слова пожалуйста запишите словарик keep это значит держать a rabbit at school they ну понятно rabbit they keep the rabbit in a cage мы знаем клетка keep держать они держат кролика в клетке but the rabbit sometimes plays on the grass где играет иногда кролик? on the grass кролик играет на траве rabbits like eating green food что они любят? есть green food зеленую еду they like grass and green plants они любят траву и зеленые растения зеленые растения the children give water to the rabbit это значит дети дают воды попить кролику то есть у них один кролик rabbit many children like hamsters а вот это много many это много переводится любят хомяков здесь они во множественном числе my friends they can't be keep a hamster at school они keep кого? держат кого? одного, да? какого-то хомячка в школе hamsters и вот опять общее предложение типа хомяки иногда убегают run away в том же словаре это убегать прочь but но their hamster их their мы знаем их мы учили, да? их hamster has got a very good cage что он has got имеет? очень хороший клеток it runs and jumps что? it видим it это имеется в виду кролик у них все в английском языке все животные они неодушевленные поэтому это оно it ну так вот они говорят it runs and jumps in the cage он runs бегает и прыгает да? окончание видим run runs почему? потому что он она оно прыгает да? мы по-русски прыгает говорим а он оно оно по-английски it runs прыгает jumps бегает и прыгает indicate the hamster likes sleeping all day long хомяк вот этот хомяк именно конкретный the hamster потому что артикль the у нас конкретизует этот хомяк likes любит sleeping all day long весь день на пролет sleeping это спать далее мы с вами сделаем activity book страничку 73 упражнение 1 что вы должны делать чтобы питомцы были счастливы и здоровы в примере у нас сказано i must clean my hamster's cage every day я должен опять must наш модальный глагол должен чистить хомячую клетку каждый день hamsters видим о сейчас я перелесну слайд секунду ага вот смотрите must мы видим модальный глагол должен чистить hamsters мы здесь видим притяжательную притяжательный падеж это называется и когда мы говорим помните у нас был монстрин нос анин там не знаю анин рот анины глаза дашины руки да вот запятая ставится и окончание с это значит что хомяка кого чего родительный падеж да не знаю падежи проходили нет по-русски хомяка клетку клетку хомяка здесь порядок слов в английском языке такой что сначала ставится чья а потом ставится что чья а потом ставится что да хомяка клетку каждый день вы вы и тут нужно написать что мы вы вы маст ну что вы должны делать чтобы ваши питомцы были здоровыми здесь придумайте вот что хотите придумайте вы маст какой давайте берем наши слова из учебника на страничке 32 например вы маст фит фит ау нашего например фит our dog или фит our cat вы маст нот видим нота не должны ваш аймас ваш мая хамста да или здесь можно поставить но здесь что хотите можете поставить вы маст например мы должны заботиться о хомяке о собаке ну здесь вот сказано чтобы ваши питомцы были здоровыми если у вас нет питомцев ну придумайте как будто бы есть или например возьмите из текста питомцев кролика хомяка ну любого какого бабушкиного дедушки ну наверняка у кого-то из ваших знакомых есть животное вот и что мы должны делать или вы мы должны здесь без разницы что или аймаст или я должен или не должен must must not wash да we must что мы должны ухаживать за животными look after мы знаем да look after ухаживать look after pets ну здесь все что угодно да i must walk my dog i must clean the cage это уже было i must give water to the pets все что угодно здесь напишите это тренировка нашей лексики давайте дальше потренируемся без всякого теста дальше пойдем просто урок следующий в activity book на страничке 74 75 у вас есть игра вы можете поиграть с кубиком если хотите с родителями или с братьями сестрами игра на страничке 74 вот вы начинаете отсюда ставите фишку кидаете кубик если попадаете вот на таких животных вот где справа вы должны правильно написать если вы правильно напишите что это за животное без ошибок то ну остается на этой клеточке а если вы неправильно напишите то назад да на на предыдущее свое место где вы были смотрите вот это вот 9 you must wash the dog это значит что ты должен пропустить ход потому что ты заняты каким-то делом вот ну и любая клетка где что-то написано значит ты занят то есть ты остаешься пропускаешь ход десятое это вот где они кормят собаку ты должен сказать вот если вот картинка описывать действие например ты должен сказать что они делают вот они здесь дают в воду собаки they give water to the dog если ты правильно сказал ты остаешься на этом месте если не правильно сказал то ты возвращаешься туда откуда ты пришел вот и так далее победит тот кто первым дойдет до финиша тот кто все правильно скажет а мы идем дальше дальше у нас activity book вот вы поиграли вечерком 76 страничка 77 простите 77 страничка упражнения 2 вот переведи выделенные части тела но от моей activity book там не выделены никакие части тела поэтому здесь я выделила вам сама чтобы вы их выписали вспомнили да это у нас подготовка к проверочному тесту по темам части тела одежда погода плюс месяц знание месяца года питомцы будет небольшой тестик по всем вот этим пройденным темам ok let's start number one what is it что за часть тела it's a hand hand здесь голова как будет голова head shoulders knees and toes помните петь да head нога leg ухо или уши давайте во множественном числе ears не eyes они очень похожи с глазами уши eyes это глаза ears это уши части тела у нас находятся в учебнике на 6 страничке можно положить перед собой учебник и периодически его листать и вот здесь вот да подписываемся рука голова нога уши подпишем оба уха уши переведите выделенные части тела ну это понятно вообще легко следующая страничка переворачивая страничка семьдесят восемь выпиши слова из рамки по строчкам в соответствии с правилом чтения букв а и о прочитайте слова здесь у вас только не репорт а спорт спорт ну разные просто варианты вспоминаем здесь нужно нам открыть грамматику нашу и вспомнить значит вот это эу у нас в каком когда буковка о в открытом слоге да открытый открытый значит заканчивается на красную на гласную это первый вариант а второй вариант буковка о когда сочетание есть вспоминаем да эээс ээээ и еще один тогда а давайте пока это еще Сразу первое мы можем найти. Cold. Snow, да, потому что О есть. Snow. Browns, они подходят. No. Вот сюда. Всё. Я это сотру сейчас. Сейчас сотру, чтобы дальше вы это запомнили, записали себе. Дальше следующая буковка у нас какая? Я возьму её другим цветом. Например, давайте розовим. О. Мы сделали О. Долгий. Долгий О. Когда у нас долгий О? Если есть сочетание О. Ранее читаем, получается у нас долгий О. О. Долгий. Здесь единственное слово это Спорт. Спорт. Стираем. Дальше идём. Дальше берём АУ. АУ у нас в каких случаях читается? Когда есть какие сочетания букв? ОУ. Читается как АУ. И вот такая, да, как как и в предыдущем было. И здесь она же была, да, но так вот сложилось исторически. АУ. Ну-ка, читаем. МАУ. Оу, видим. Ага. МАУ сразу у нас сюда попадает. БРАУН у нас сюда попадает. КЛАУД у нас сюда попадает, потому что АУ есть. АСТОМ, да, я не пропустила его. Вон в розовый нужно было на вторую строчку. Кто заметил, молодцы, мне трудно с компьютера это всё делать. АСТОМ, вы в себе в тетрадочке делаете, в АКТИВИТИБУК. Сидите, смотрите только в печатную, сюда поглядывайте, глазки берегите. У нас вот ещё СТОМ мы нашли, да, долгий. О, потому что есть Р, ОР, да. Всё, стираю последнюю. А, долгий А, возьму синюю ручку. Долгий А у нас мы знаем. Во-первых, когда не ОЛ, да, если Л, читаем О, так. А вот долгий А у нас во всех остальных сочетаниях. АС плюс согласное, да, сейчас я напишу. Долгий А это у нас АС плюс какая-то ещё согласная. АСТ, АСМ, да. А там С и ещё какая-то согласная. Потом, если А и потом две согласных идут. Например, TH, да. АНТ. А, и после неё опять две согласные. Вот две согласные, они подряд идут. И АНТС. 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 Надеюсь, вы смотрели мои уроки, да, предыдущие. Из этого же правила мы можем вспомнить, что долгий О… Можно я его вот сюда напишу? Долгий О у нас считается, когда есть буква А и когда есть Л. Видим «л», читаем «о». Помним, да? Поэтому у нас остался. У нас остался. Значит, мы давайте разберемся с долгим «а». Сначала ищем. Так, «th». Ага, нашли. Значит, он идет сюда. «father». «father». «n», «s», «ans». Вот по этому правилу. Он у нас идет «dans». Так, у нас что еще тут осталось? «n», «te» видим. «ant». Видим «ant». «Ant». Сюда идет. Сюда вписываем ее. Вы стрелочками не рисуете, вписываете, да? И остался у нас вот как раз по этому. правилу тоже, который в это же правило относится, который я синим пишу. У нас остался «ball». Мы его вот сюда должны будем вписать, во вторую строчку. «Ball». Все, справились. Молодцы. Остальное мы продолжим потом. Домашнее задание будет повторить. Повторить все. Вот от начала до конца учебники со странички. Шестой. Там части тела повторить. Девятая. Одежда повторить. Потом правила чтения. Ну, мы сейчас их только что повторили. Правила чтения не повторяйте. Сезоны, значит, девятнадцатая страничка. Это название месяцев. Название сезонов. Например, весна, осень. Это на какой там у нас? Ну, восемнадцатая страничка. Потом двадцать один. Про погоду. На двадцать два. Двадцать вторая страничка. Холодный. Cold, frosty, snowy, cloudy, cool и так далее. Ну, и питомцев. Повторить название питомцев. Новый, чотелый, гинепик, хамстер, пан, плавас. В принципе, все. Ну, и действия с животными, да, которыми мы можем совершать. Кормить, поить. Повторим. Просто повторить устно. Все. The lesson is over. Goodbye.